А вот спортсмены из сел Санниково Первомайского района летний сезон открывают в новом помещении. Там построили зал для занятия борьбой. Подробности в следующем сюжете. Борьба за то, чтобы научить единоборством. Семья Таскиных – именитые алтайские спортсмены. Несколько лет назад они решили открыть собственную школу боевых искусств. Начинали тренировать в сельском клубе. Затем возникли сложности с арендой помещения. Пришлось перенести секцию в школу села Фирсово. Залы были не оборудованы для занятия самбо и дзюдо. Вместо того, чтобы искать подходящее помещение, борцы решили построить свое. Ну а до этого еще взяли участок в центре села напротив сельского совета. Там нам не удалось построить спортивный зал. Аренду проплатили, а сейчас земля отошла назад к владельцам. Своими силами и за свои же деньги. Алтайские борцы построили зал на участке у дома. Помогали жители села. Получилась по-настоящему народная стройка. Заниматься в этом помещении начали два года назад. Торжественное открытие объекта откладывали. Хотели доделать зал полностью. Сейчас в нем есть борцовские ковры, груши и тренажеры. Осваивают единоборство 70 учеников из Санниково, Бобровки, Лесного и Фирсово. Им тренеры передают свои знания. Ну, приемы, броски. Хитрестая неделя. Да. Как думаешь, станешь чемпионом когда-нибудь? Надеюсь, что да. Многие именитые спортсмены начинали свою карьеру в маленьких залах. Ведь главное в хорошей подготовке спортсмена – наставники. Чемпионка мира по самбо Ирина Громова признается, если бы жила недалеко от зала, отдала своего ребенка именно в эту школу. Конечно, тренера опытные, результаты будут, но без определенного финансирования, конечно, будет сложность. Потому что взять большие города, то есть там даже ребятишкам есть больше возможностей между собой бороться, да, выезжать на соревнования. Ну, а техника, сама борьба, конечно, тренера здесь хорошая. Если техническая составляющая еще не совершенна, одного у этого зала не отнять – энтузиазма владельцев. Семья Таскиных планирует сделать пристройку, где будут отдельные раздевалки, душевые и туалет. Строительство должно закончиться уже летом. Это позволит воспитать новое поколение чемпионов. Вадим Слюсарев, Алексей Шаульский. Новости.